Утром 24 мая 1967 года из аэропорта Курумыч в Куйбышев Мчалась машина, которая везла молодого человека с гитарой Когда проезжали по мосту через Сок в месте его впадения в Волгу Открылась потрясающая панорама Волга, Жигулевские горы, город Смотри, как красиво, замесил гость Для начала мне нравится 10 тысяч и всего один забег Остался воля волей, если сил не в проворот А я увлекся, я на 10 тысяч рванул, как на 500 И спекся 24 мая 1967 года в Советском Союзе был произведен очередной запуск искусственного спутника Земли Космос-101 Установленная на его борту аппаратура была предназначена для продолжения Исследований космического пространства Спутник был выведен на орбиту и приступил к работе В штатном режиме Между тем, здесь, на земле, текла своя жизнь Своими радостями и печалями Областная партийная газета «Волжская коммуна» вышла в этот день с передовицей Которой называлась «Голос возмущения» Говорилось в этой статье о том, что весь советский народ возмущен действиями американских империалистов по Вьетнаме Вся советская общественность заявляет о своей солидарности с героической борьбой вьетнамского народа Говорилось в этой передовице И выражает уверенность, что эта борьба увенчается победой Накануне в Куйбшеве, в Доме политического просвещения, состоялся седьмой пленум обкома КПСС Непосредственно перед пленумом члены областного комитета партии Побывали в Тольятти на строительной площадке Волжского автомобильного завода Где ознакомились с ходом работ на этой ударной стройке коммунизма Весна, искусственный спутник, исследование космического пространства Голос возмущения, агрессии американских империалистов Пленум обкома КПСС Жизнь била колючом И мудрено было среди этой весенней жизни Не заметить приезд в Куйбшев актера театра на Таганке Владимира Высоцкого На братских могилах не ставят крестов И вдовы на них не рытают К ним кто-то приносит букеты цветов И вечный огонь зажигают Здесь раньше вставала земля на дыбы А нынче гранитные плиты Здесь нет ни одной персональной судьбы Все судьбы в единою слиты А в вечном огне видишь вспыхнувший танк Горящие русские хаты Горящий Смоленск и горящий Рейхстаг Горящие сердце солдата У братских могил нет заплаканных вдов Сюда ходят люди покрепче На братских могилах не ставят крестов Но разве от этого легче? На братских могилах не ставят крестов Но разве от этого легче? В Куйбышеве прежде всего приехали в ГМК Городской молодежный клуб 62 Познакомились Узнав, что до концерта филармонии Остается еще около 40 минут Высоцкий попросил пройтись пешком Ему хотелось сосредоточиться перед выступлением Так дошли до площади Чапаева В центре которой когда-то был установлен памятник легендарному комдиву Рядом с памятником театр И театр, и памятник очень понравились Высоцкому Особенно памятник, осматривая который Он забрался аж к самому коню На котором в окружении боевых товарищей Скакал легендарный полководец С площади по улице Фрунзе пошли к филармонии По дороге Высоцкий расспрашивал куйбышевцев О приезжавших к ним раньше авторах-исполнителях А из Москвы кто был? А, да Якушева была Ну и как ее приняли? Да нормально приняли А из питерских? Клячкин, Кукин, Александр Городницкий А их как приняли? Тоже нормально приняли А Высоцкий беспокоился Ну, а кого лучше приняли? Ты знаешь, трудно сказать Они же к нам все не в первый раз приезжают Зритель на них, что называется, ломится Да, им проще А я-то у вас впервые Как думаете? Найду я контакт с вашим зрителем? Найдешь, Володя? Не беспокойся У нас авторов-исполнителей любят Ну, спасибо Успокоили Так, в сопровождении Нескольких кубишевцев Полвека назад Высоцкий шел Вот по этой самой дороге Не привлекая к себе Ничего внимания Пройдет еще Несколько месяцев И представить себе Такое будет невозможно А пока Город жил Своей жизнью И даже не замечал Присутствия здесь Этого молодого человека С гитарой А у дельфина Взрезано брюхо винтом Выстрела в спину Не ожидает никто на батарее Нету снарядов уже Надо быстрее На пираже Парус 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 Каюс 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 Даже в дозоре Можешь не встретить врага Это не горе Если болит Нога петлит верные Многим скрипят Многим поют Кто вы такие? Вас здесь не ждут Но парус 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 Каюс Каюс Многие лета, вам кто поет, во сне все части света Могут лежать на дне все континенты Могут гореть в огне Только все это не по мне Парус, порвали парус Каюс, каюс, каюс На сцену филармонии Высоцкий вышел в белой легкой рубашке Начал петь Зал, в котором собралось около тысячи человек Реагировал тепло, но не восторженно Зрители внимательно прислушивались к словам песен Привыкали к ним Как конфету Высоцкий вез в Куйбышев свою новую песню О конькобежце Но едва он объявил ее, а зал почему-то начал аплодировать Высоцкому оставалось только удивленно обернуться на гаимковцев Которые развели руками А когда песня прозвучала Зал почему-то не очень восторженно принял ее Недоумевать Высоцкому пришлось до окончания концерта После которого гаимковцы объяснили, что до него эту песню уже исполнял в Куйбышеве Юрий Кукин Который спел ее значительно быстрее И куйбышевцы привыкли к этому другому исполнению Высоцкий промолчал Но, встретившись с Кукиным в Ленинграде Не то шутя, не то серьезно попросил его Знаешь, Юра, ты не пой мои новые песни раньше меня А то я-то думал, что привезу к куйбышевцам конфетку А они, оказывается, слышали уже эту песню от тебя Да еще ты спел ее значительно быстрее Но конькобежец конькобежцам А в целом приемом куйбышевцев Высоцкий остался доволен Хотя после концерта филармонии Еще спрашивал гаймковцев А может им что-то не понравилось? Что? Да что ты, Володя? Все понравилось Все прекрасно Десять тысяч и всего один забег остался В это время наш без скудников Олег Сознался Я, говорит, Поле, на пилетене нету сил И скинул Вот наш тренер мне тогда и предложил Беги, мол Я ж на длинной, на дистанции Помру Не охну Пробегу, быть может, только первый круг И сдохну Но сурово эдак тренер мне Мол На то, Федя Главное дело, чтобы воля, рите, была К победе Воля-воля, если сил не в проворот А я увлекся Я на десять тысяч рванул Как на пятьсот И спекся Подвела меня Ведь я предупреждал Дыхалка Пробежал всего два круга И упал А жалко И наш тренер-экс И вице-чемпион Ору-да Не пускать меня велел На стадион Пас-иуда Ведь вчера мы только брали с ним С тоски По банке А сегодня он кричит Меняй коньки, говорит На санки Жалко тренера Он тренер неплохой Ну, пох, сим Я ведь нынче занимаюсь И борьбой И боксом Не имею больше я Насчет на свой Сомнений Все вдруг стали Очень вежливы со мной И тренер Поскольку До следующего концерта Который должен был состояться В клубе имени Дзержинского Еще оставалось время Решили пойти туда пешком По набережной Волги А здесь Высоцкий сказал Что в это время В Куйбышев Должен зайти теплоход Гоголь Следующий Из Москвы В Астрахань А на нем его мама Нина Максимовна Которую он очень хотел увидеть Уточнили время Прибытия теплохода А пока ждали его Высоцкий подошел к киоску И попросил бутылку шампанского Куйбышевцы запротестовали Не надо, Володя А если хочется То давай мы купим Но Высоцкий настоял Нет, я возьму Понимаете, я так хочу А разлив шампанское По стаканам Сказал Выпейте, ребята За первый мой успех В вашем городе Из начала Нашей дружбы Надеюсь Она будет долгой Наконец подошел Теплоход Увидев на верхней палубе Нину Максимовну Высоцкий, что есть силы Закричал Мама Но она даже Не обернулась Потому что Не подозревала Что такая встреча Была возможна Но Высоцкий Не сдавался Нина Максимовна Ты что же Родного сына Не узнаешь Наконец Услышав Володю Она Спешила К трапу И спустилась На берег Где Володя Рассказал ей О только что Состоявшемся В филармонии Концерте Не имею Больше я Насчет На свой Сомнений Все вдруг Стали Очень вежливы Со мной И тренер С вами Был Михаил Перепелкин Продолжение следует